Привет всем! Я решила сделать для вас подборку из пяти дорам, в которых играют участники XO. Тайные создатели королевы. Это очередная сказочная мини-дорама от Lorde Duty 3. На этот раз главной героиней стала Ан Гонжу. Она работает гидом, при этом совсем не заботясь о своей привлекательности. Отсутствие этой серой мышки не замечает даже водитель туристического автобуса. Не могу сказать, что она выглядит страшненькой или неприметной, но режиссеры постарались нарядить ее именно так. Случается чудо и в поистине волшебном торговом центре Гонжу сталкивается с загадочным незнакомцем. И после обнаруживает, что они перепутали свои чемоданы, все как обычно. Бросившись на поиски парня, она оказывается практически в другом измерении. И постепенно на ее пути к преображению появляется еще пять прекрасных мужчин. Как по мне, эта сказочка для легкого просмотра на один раз, но она привнесла в жизнь фанатов множество смущающих и волнующих сцен с участием кумиров миллионов людей. Итак, кто же они, эти тайные создатели? И тык из Супер Джуниор, Ли Джун Ки, Фан Джи Йоль, Чан Сон из Тупием, Чан Йоль и Сэхун из Эксо. Не буду рассказывать много, поскольку дорама сама по себе очень короткая и я рискую пересказать ее всю. Но рекомендую к просмотру всем поклонникам актерского состава, а также тем, кто любит незамысловатые, но волшебные истории преображения. Все в порядке, это любовь. В этой истории множество ярких и неординарных персонажей. Чан Джи Йоль – популярный современный писатель и по совместительству радио-диджей. Любимчик женщин с высоким самомнением, неплохо разбирающийся в психологии. Спустя два года после нападения, его романы из романтичных историй все больше превращаются в триллеры с людоедами, расчленением и заживо похороненными людьми. Джи Хэ Су – молодой специалист в области психиатрии, умеющая неплохо, а главное быстро ставить диагнозы. Всем подряд. У него расстройство личности. Даже себе. Вообще-то мой точный диагноз – тревожное расстройство и избегание отношений. Судьба сводит этих двоих на телевизионном шоу, куда Хэ Су приходит в качестве психолога, чтобы дать оценку в вопросах сцен насилия и жестокости в последнем романе Чан Джи Йоля. Острый врачебный ум и вовкий писательский язык моментально превращают дискуссию в настоящий поединок мнений. Джи Йоль несколько раз мастерски утирает нос уверенной в своем профессионализме Хэ Су и оставляет у нее о себе крайне неприятное впечатление. И это даже несмотря на то, что некогда Хэ Су была поклонницей его творчества. А вот интерес Джи Йоля к такой же сильной личности, как Хэ Су, наоборот, возрастает. Он ищет встречи и судьба дает ему второй шанс. Но и тут все оборачивается крайне неожиданным образом, заставляя Джи Йоли еще больше убедиться в том, что Хэ Су не совсем обычная девушка. Думаю, в этом месте стоит сказать, что не только у Хэ Су есть проблемы. Сильный и уверенный Джи Йоль на самом деле довольно уязвим, поскольку страдает от обсессивно-компульсивного невроза. Докен Су в этой истории про людей, живущих с психологическими проблемами, играет роль Кану, одного из самых преданных поклонников Джи Йоля. Он сам пишет романы, ожидая признания со стороны своего пумира и, как ребенок, радуется любой возможности повидаться или поболтать с писателем. На первый взгляд это окрыленный, дружелюбный и сердечный мальчик, вполне легкий и славный персонаж. Но уже начиная с первой серии, мы понемногу узнаем о жизни Кану, полной страха и боли. Он тянется к Джи Йолю, находя в нем поддержку и утешение, а Джи Йоль не спешит прогонять его, словно его постоянное присутствие где-то рядом уже стало частью размеренной жизни. Возможно, у Джи Йоля и Кану есть немножко больше общего, чем просто любовь к творчеству, а Джи Йоль на самом деле не меньше нуждается в своем преданном Кану. Это мелодрама с элементами комедии. Подойдет для более зрелых и пытливых умов. Всего 16 серий, приблизительно по 60 минут. И, по-моему, это был первый актерский опыт Кен Су, который впечатлил даже опытных актеров. Вернуться в 20. Полнометражный художественный фильм – китайский ремейк нашумевшего корейского фильма «Мисс Бабуля». Шэнь Мэн Цзюнь после рождения сына осталась вдовой и тяжело трудилась, чтобы в одиночку вырастить своего мальчика, который часто и тяжело болел. Прошло много лет, теперь ей уже 70, а ее сын стал настоящим поводом для гордости. Он профессор в институте, женился и подарил ей двух внуков. Внучка Синь Джань целыми днями сидит в телефоне и постоянно ест. А Ло Цзюнь увлекается музыкой, и бабуля искренне поддерживает внука, ведь в молодости у нее не было возможности и условий реализовать свой музыкальный талант. И хоть Мэн Цзюнь довольно веселая и жизнерадостная, она та еще старушка с характером. Норовоучает молодежь, ругается с другими бабульками и постоянно ворчит на невестку. Но однажды случается неприятность, невестка попадает в больницу, и врачи настрого запрещают ей волноваться и нервничать. Семья принимает решение отправить мать семейства в дом престарелых. Перед отъездом Мэн Цзюнь случайно наблюдает на фотостудию, где решает сделать памятную фотографию, которая возможно скоро украсит ее надгробие. Но случается чудо, один снимок и ей снова 20. Тот возраст, когда она была молодой и красивой. Она берет имя Ли Цзюнь, талантливо, красиво, восхищает мужчин всех возрастов. У нее появляется шанс начать жизнь заново и прожить ее только для себя. Как вы уже догадались, мальчика-музыканта Цзинья сыграл Вухань. Цзинь пишет песни и занимается музыкой. Он любит свою бабушку Мэн Цзюнь, но также молниеносно очарован молодой талантливой Ли Цзюнь. Есть стойкое ощущение, что Вухану играть-то не пришлось, поскольку в полной мере он соответствует своему персонажу. Добрый, увлеченный парень, немножко обеспеченный, но такой настойчивый в достижении своих целей. Это потрясающе трогательный фильм с кучей смешных моментов. Я смотрела его несколько раз и всегда ловлю мурашки, когда поет Ли Цзюнь. И хоть эта молодая девушка порой ведет себя, как взорная старушка, это выглядит так уморительно и колоритно, что сразу же располагает к себе. В целом, этот веселый, почти сказочный фильм с поволокой грустинки, который заставляет задуматься об уходящем времени, упущенных возможностях, сожалениях и всяких других подобных вещах. Если бы у вас была возможность вернуться назад и прожить свою жизнь иначе, как бы вы поступили? Напишите в комментариях. Я помню тебя или Привет, монстр. Дорама-детективчик с элементами мелодрамы и комедии, закрученным увлекательным сюжетом. 16 серий по 60 минут. Молодой, но очень талантливый эксперт по криминалистике Ли Хион уже несколько лет живет и работает в Штатах. Он благополучно избавился от болезненных воспоминаний своего прошлого, связанных со смертью отца и пропавшим младшим братом. И тут в его руки попадает изображение, которое одновременно связывает его забытые воспоминания с чередой серийных убийств в Сеуле. Это чей-то умысел, как приглашение, подталкивает Ли Хиона вернуться домой, чтобы найти того, кто оставляет для него все эти послания. Ча Джиан – девушка-детектив, которая вместе со своими коллегами расследует одно из убийств. Тут-то она и сталкивается лицом к лицу с заносчивым и гениальным Ли Хионом. Но изюминка всей этой ситуации в том, что Ли Хион, который ее-то совсем не знает, оказывается для девушки очень даже хорошо знаком. Она с самого детства украдкой стал Кирилла этого парня, пока тот не покинул Сеул. Как вы могли догадаться, они станут партнерами проследованию этого дела и главными персонажами романтической линии сериала. Но я смотрела его скорее как увлекательный детектив. Докен Су сыграл персонажа по имени Ли Джуньон. И несмотря на то, что мы можем видеть его только в воспоминаниях, возвращающих нас в детство Ли Хиона, это имя красной лентой связывает всю запутанную историю. Оно роковое, оно сломало очень много судеб и оставило после себя очень много вопросов. Ли Джуньон жестокий и безумный убийца под следствием, а отец Ли Хиона как раз-таки следственный психиатр. И при том, что Ли Джуньон в принципе неординарная и пугающая личность, тонким умом отцом Ли Хиона обладевает настоящий ужас, когда он начинает замечать слишком много общего в рассуждениях этого монстра и его собственного маленького смышленого сынишки Ли Хиона. Сцены с допросом Ли Джуньона я смотрела до того, как перевели дараму. Я просматривала их без преувеличения десятки раз, настолько мне понравился его образ. Интонация, мимика, рассуждения, поступки – все это пугало и притягивало одновременно. По-прежнему это мой любимый образ, отыгранный нашим талантливым Дэ Кён Су. Но, к сожалению, сцен с ним не так много, а химии между главными героями я не чувствовала. А вот появление персонажа по имени Сунь Ко сделало эту дараму одной из самых памятных и любимых. Именно из этой дарамы я узнала актера Пак Багома, влюбилась и следом пересмотрела еще несколько сериалов с ним. Но, возвращаясь к «Я помню тебя», на мой взгляд, Сунь Хо не менее интересный персонаж, чем Ли Джунь Йон, из-за которых я плакала, грустила, радовалась и переживала больше всего. Эксо по соседству Как вы смотрите на то, чтобы закончить сегодняшний список именно этой дарамой? Кажется, что ее видели все Эксоэль. Я, например, смотрела ее еще в 2015-м. Но зная, что фэндом постоянно растет, и в него приходят новенькие Эксоэль, не исключаю, что кто-то даже еще, может быть, и не успел узнать о существовании этой милой истории, очень похожий на самый настоящий фанфик. Чи Йон Хи. 23 года, жуткая стесняшка и, вместе с тем, преданная поклонница популярной корейской группы Эксо. Однажды, темной-темной ночью, на улице, где живет Йон Хи, появляются фигуры четырех подозрительных особ. К несчастью, нелегко угораздила девушку отправиться в такое позднее время в супермаркет. По дороге домой она с ужасом осознает, что ее преследуют четверо серийных убийц с трупом блондинки в чемодане. Йон Хи понимает, все, это ее конец. К счастью, это, конечно же, не конец, а только начало дарамы, поэтому в этот раз удача на стороне Йон Хи, и она грациозно сбегает домой, где ее ждут уже более приятные новости. В дом по соседству заехали новые жильцы. Если верить словам мамы и брата, они нереальные красавцы. Но те ли это красавчики, на которых рассчитывает девушка? Конечно же нет, потому что все намного круче. Ее соседи никто иные, как участники группы Эксо. Ну а дальше разные забавные и неловкие моменты, немножко романтики или множка. Вообще, дарама как бы как раз про романтику, здесь даже любовный треугольник будет. Все очень наивно и смущающе мило. В основном из актят фигурируют Чанёль, Дио, Сэхун и Бэкхён. Но в процессе истории то тут, то там появляются другие участники. Это мини-дарама из 16 серий по 15 минут, подойдет школьникам, подросткам, дарамаманам с любовью к наивной корейской милоте и, конечно же, всем Эксоэль. Ставьте пальцы вверх, если хотите видеть вторую часть. Подписывайтесь на канал и продолжайте любить наших талантливых мальчиков. Саран-саран, с вами была Ари Ран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока!